Знаете ли вы, что изобретатель офтальмоскопа, офтальмометра и фокоскопа пошел в медицинский лишь от недостатка средств? Речь идет о Германе фон Гельмгольца, поддающемся физиологе, физике и враче. Сейчас его памятник стоит в самом центре Берлина, напротив университета Гумбайта, а в Москве его имя носит Институт глазных болезней. Гельмгольц рос хилым ребенком. В детстве он часто болел, а еще имел патологически слабую память на вещи без причинно-следственной связи. Кстати, гимназия, в которой он учился, находится в Фотсдаме, и сейчас недалеко от нее живу я. После школы Герман мечтал посвятить себя науке и заниматься естествознанием. Но именно в этом виде его мечте не суждено было исполниться. Из-за недостатка средств юноша был вынужден поступать в военный медико-хирургический институт Берлина. Закончив обучение, он стал работать в госпитале Шарите с 7 утра до 8 вечера. И тем не менее, он смог защитить диссертацию на латинском языке. Почему-то патологически слабая память была у Геймгольца, а латынь через полгода забросила я. Автальмология была во мраке. Геймгольц родился и воссиял свет. Прозвучала на автальмологическом конгрессе 1867 года в Париже. Однако Геймгольц не ограничился лишь автальмологической сферой. Он возглавил первую в Германии кафедру физики, а также стал ректором университета Берлина, напротив которого сейчас и стоит его памятник.